Всем привет, с вами ZeroPoint, мы начинаем прохождение метро Last Light Redux, наконец-таки, да? Многие, кто ждали метро, дождались этого прекрасного момента. Те, кто ждут Far Cry 4, пока что подождут пару дней. Так, метро 2033, я как проходил? А, у меня спартанец проходил, наверное, в хуй. Давай нормально играть, я не умею в такие игры. Давай, вы уверены, что ходите? Да. Потому что у меня друг проходил, это все. Так, ну я сделаю поярче, чтобы для Ютуба лучше было, потому что он качество режет. Черные появились позже, со стороны ботанического сада. Черные, огромные, на голову выше самого высокого человека создания из ночных кошмаров. Жуткие, как вывернутые наизнанку люди. Чудовища, рожденные, чтобы нас погубить. Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками разрывают вооруженных людей. Чё за... Это неправда. Правда? Страшней. Так... Нажмите любую клавишу. Давай, без проблем. Вон, тут грачка поприятнее. Далеко раньше жил. Ну, до войны еще. На Петровке. Один из всей семьи спасся. На работу ехал. Звонить пробовал, но куда там. А это... Блядь, просто, сука, мышка, блядь. Чёрт! Чё такое? Вылез ты из коробок-то из этих, ну. Чё такое? Я не могу выйти отсюда. Чёрт! Чёрт! Да что же это творится? О, исчезли. А, блядь! Нихуя себе! Ебать! Он в одного убил. Чё такое? Что, блядь? А если я не буду его убивать? Понял. Пиздец какой-то. Ну, блин. Нихуя себе. Артём, это я, Хан. Кошмары. Опять это 133, да? Режитова. Режитова. Послушай, Артём. Я был на пепелище Улья Чёрного. И видел там одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артём. Шанс понять. Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. А ты навёл на них ракеты. Хан, ты как здесь оказался? Вон, немедленно! Да-да, Ульман. Сейчас. Артём, нам просто необходимо поговорить с Чёрным. Я понимаю, что ты теперь в ордене и подчиняешься Мельнику. Но надо убедить его отпустить тебя. Хан, я сказал на выход. Я доставлю вас к полковнику. Тут секретный объект, Хан. И тебе тут быть не положено. За мной. Собирайся, Артём. Я подожду у выхода из казармы. Пошли, сказочник. Кстати, у меня был один знакомый курильщик. Последний год жизни он ел, пил и дышал через дырочку в горле. Ну ты кури, кури. Двигайтесь, нажимая ВСД. Ну, это мы знаем. Появление данной пиктограммы означает, что... Пиктограммы. Обновили задание. Нажмите М. Какую? Ага, все, понял. ЛКМ, зажигалка. Это планшет завернут. А вот это вот убрать сюда. Ага, все, понял. Только это, конечно же, за буду через два часа, но это не важно. Это совершенно нас не волнует никого. Это вообще, блядь, что? Это что за место такое? Привет, Артем! Говорят, ты теперь полноправный рейнджер. Надо будет это дело спрыснуть. А пока давайте... Итак, приступим. Прежде всего, противогаз. Без противогаза на поверхности и шахтный супер. Одна пыль чего стоит. Вонит до сих пор так, хоть яйца запекай. Да и в ветру есть зараженные участки. Не забудь фильтры. Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо. Но пользы от него тогда ноль. Подсказочки, да. Противогаз без фильтров, конечно, красиво. Да, это я... 160, ни хераси. Но лучше все же приберечь. Потом у любого торговца ты сможешь на них купить обычных патронов или нужное снаряжение. Так. А орудия-то мне будет? Или не будет? Что, подожди, откуда у меня стоп-патрон уже? Выбирай, какие нравятся и испытай их в тире. Это с прошлого, что ли, сохранение осталось? Где? Так, калаш, хераж. Вот это что такое? Винтовка, провязывающаяся в условиях метро, отдельными умелицами, отличается высокой точностью и мощностью. Отличное оружие для дальней дистанции. О, ни хера. Давай возьмем вот эту херню. О. Теперь отправляйся в тир и попробуй выбранное оружие в деле. Если захочешь посмотреть что-то еще, возвращайся. А где тир-то, блядь? Вот это? Попробуй выборить в центр груди обычного мусора. Молодец. А теперь стрельни по бронированному манекену. Улавливай жратницу. Раз, что жратница, много патронов надо. Так что смотри, если попутать, то что вы не сидят. Значит, враг бронирован. Попробуй. Попал, так попал. Чувствуешь жратницу? Задолбали стрелять, я ничего не слышу. Положить оружие. Ну, блядь, нормально они в метро жрут-то, посмотри. Чё-то с жареным запахом. А я вчера дешевлю команду. А что, будет хорошо. Так, Лёха, не слушай этого клоуна. Открывайте ворота! Ты про Лесницкого-то слышал? Ты о чём это? Открывайся. Д-6. Ни хера себе. Это та, где мы закончили, получается, прошлое прохождение, а? Ну, ни хера не мию. Ё-моё. Ладно, пошли. Да, смотри, мы ж здесь ездили. В гробнице повелителей древности клали... Полностью заселили уже. ...в загробной жизни. Оружие, украшения, колесницы, даже жён и рабов. Такую гробницу мне этот бункер и напоминает. Перестань нести ерунду. Ни хера у них волосы пластмассовые. А сокровища, о которых ходят слухи, те самые загробные дары. Оружия множества, и коней гордых, и богатства несмертные. Похоже ведь, правда? Вот только грабители могил, а все времена ждали проклятия. Писть. Хан, ты заткнёшься или нет? Эй, что случилось? Говорят, Лесницкий что-то натворил. А чёрт его знает. Лесницкий был в лабораторию. Ха, ой, блядь. Не знаю, ты чё чихнули бы, просто захотелось. Вот дерьмо! Так, а внутри там что? Хранилище там, вроде химическое оружие. Хотят, чёрт его знает. Капец! Сейчас мне полковник Залесницкого нераскалённую арматуре, но загонит глубоко в душу. А я, как назло, без вазелина. И ты, по-моему, где-то слышишь. Ладно, пошли. Вот это понятно, это вперёд нам надо. Хотя, конечно, о такой базе может быть мечтать. Говорят, Ганса укрепляет свои погранпосты во всей линии. Особенно те, что с красным и фашистом поближе. Мужики, а кто-нибудь знает, в чём дело-то? Зачем вызывают? Герман, эти Кмельников в штаб, по вызову. Так точно. Ну, чего? Проходите. А я, пожалуй, и здесь подожду. Я к начальству сам. Потом. Без вас. Артём, я чувствую. Я просто уверен, что уничтожение чёрных – худшая ошибка в истории человечества. Что, если они вовсе не хотели нам вредить? Что, если мы с ними были просто несовместимы? Все, кроме тебя, Артём. Да, на твоей родной станции погибли люди. Хантер, лучший боец ордена тоже. А ведь именно он говорил. И если мы не будем сражаться за жизнь, нас съедят. Это закон эволюции. Но в этот раз мы, похоже, поспешили начать сражение. На вас напали. Повторите. На вас напали. Душа, гады. Душа, гады. Так. Артём. Хан. У вас есть информация? Да, полковник. Тогда, пожалуйста, покороче. В Ботаническом саду я видел чёрного. То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? Хан, что за бред? Чёрный худший из всех угроз, с какими сталкивался орден. Полковник, чёрный один. Он нам не угроза. У Артёма дар. Я думаю, он найдёт с чёрным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артём, отправляйся с Ханом и найди чёрного. С вами идёт наш лучший снайпер. Анна. Есть. Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить чёрного. Что? Да как вы... Взять его. Убийца! Вы совершаете ту же ошибку. Нет. Я выполняю свой долг. Вывезьте его. Артём! Это твой последний шанс искупить вину. Избавиться от кошмаров. Плюнь на эти бредни, Артём. Ой, блядь. Похоже, чёрный уже успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война. И ты мне будешь нужен здесь. Вперёд! Что за тыл, кролик? Давай за мной. Кролик, блин. Ни хуя. Чёрный тебя чувствует, так? И не забудьте контрольным. Лесницкий оказался внедрённым агентом. Ваша задача – перехватить его предыдущий. Он наставит ужаденный контейнер. А чё, лифт у вас дистанционный, что ли, как-то? Ещё скажи, что веришь этому психопату-хану. Мир с чёрными. Я в одном жалею, что не была тогда на телебашне. Не наводила ракеты и не видела, как горит их поганый улей. Договориться с ними. Пустить их к нам в метро? Чтобы они забрались к нам в голову и управляли нами, как марионетками? Да это же всё равно, что договариваться с дьяволом. Отойди от края платформы. Подаём монорельс. Да сама ты, блядь, кролик. Управлять-то умеешь, нет? А, она сама. Вот. Всё, кролик. Это место тебя исчерпало. Год назад, стоя на вершине телебашни, я видел, как ракеты падали на ботанический сад, обращая всех живых существ в пепел, плавя металл и стекло. Никто и ничто не могло выжить в этом аду, но хан нашёл там чёрного. Теперь мой долг и моя миссия – найти и уничтожить его. Завершить начатое. Уничтожить, блядь. Вот кого слушать нахер? Вот непонятно-то. Не быстро мы едем-то, не? По такой дорожке. Краще всё это было обычным делом. А сейчас монорельс кажется фантастикой. Наши дети же не будут знать, как им пользоваться. А внуки вообще будут думать, что это всё боги создали. Блин, это станция секретного метро 2. Ой, блин, это нормально, что там контактный рельс закончился? Как оно едет-то? Алло, блядь. Типа у неё там аккумулятор шлистная. А, ну есть такие места в метро, типа, когда нет контактного рельса, типа оно само едет. Я не разбираюсь, я живу в городе, где нет метро, так что не надо, блядь, говорить. Так, готов? Вперёд! Осторожно, двери закрывают. Удачи, ребята. Примета нам сейчас кстати. Кстати, Артём, вы с моим отцом тоже тогда ведь на монорельсе ехали? Ракеты на рассадник в чёрных наводить? Хорошая примета. Тогда всё нормально получилось. Так, мне надо вот эту хуйню, да? Алло, блядь. Что? Ладно, напряжение есть. Открывай ворота. Едем. Молодец, справился. Подъёбывай тыщу мне, глянь. Сектор 2. Тут всё чисто. Выдвигаемся. О, чё-нибудь есть? Чё-нибудь. А у тебя чё-нибудь есть? Так, по плану впереди вход в коллектор. Ой, фу. Давай направо. Слева тупик. Что-то испугнуло. Будь на чеку. Ой, блядь. Зараза! Вот эта скорость. Думаю, тут ничего серьёзного не будет. Так, лестница. Осталось совсем чуть-чуть. И посмотрим, кролик ты или кто. Как надеть противогаз? Надевай противогаз. Как? Г? А, Г. Дорог. Сколько там, блядь, осталось? Пять минут. Такой себе. Хватит пялиться на мою задницу, кролик. Я на лестницу пялись, не ори. Помоги-ка. Ох, ни хера, зиме. Та самая Останкинская башня, которая почему-то... Почему она такая тощая здесь? Почему такая большая вот эта вот? Воздействие, так? А я простая девчонка. Мне туда оставаться нельзя. Слушай, нормально. Так, shift, чтобы бежать быстрее. Окей. Нормально такое. Теперь слушай внимательно. Ты идёшь вперёд, ищешь тварь. Думаю, раз они тебя так любили, чёрные тебя почерпят и самыли. Старайся оставаться на виду. Я буду тебя прикрывать. Да куда ты, блядь, снял его? Г нажал. Ты можешь на меня рассчитывать. Если вдруг у тебя дрогнет рука, я не подведу. Ладно. Удачи. А точно она не подведёт-то? Подожди, куда идти-то? Прямо. Бля, родные места она. А, и сюда мы ракеты, кстати, пустили. Точно. Здесь же с башней, получается, сюда ракеты хуйнёли, и вот это вот, этот, гнездо вот это расшевелили, короче. Кто там вот, есть какое-то движение? Приготовься. Сейчас я пойду поработать. Это всё же. Ой, здравствуйте. Это здрасте. Здрасте, здрасте. Успел забыть. Держи, сейчас ещё набегут. Ещё тройка работает. Блядь, да я разучился уже в эту хуйню играть, серьёзно. Блядь, а ты стрелять-то будешь, нет? Она помогает мне? Лучший снайпер, блядь. Смотри за камыша. Все ярусину. Ебать. А, помогает, смотри. Блядь. Это чё, блядь, такое? Ты цел? Эй, ты цел там? Да, 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 да. Ты такой кролик? Неплохо справляешься, Артём. На краю воронки. Там что-то есть. Блядь, что с камнями сделают? Чё они такие трипофобные? Опа, чё, есть чё? А, есть. Что это? Слева, блядь, с какого нахуй? Ты думаешь, я знаю, где лево, что ли? Ага. Куда, блядь? Ага. Так это какой-то ребёнок, блядь. Залево! А чёрные чё, размножаться умеют? Нихуя себе. Вот это да. Да это новая форма жизни. Всё, направо! Он прямо на тобой! Осторожней! Я вижу, 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 вижу. По-моему, она его убила. Да. Да, смотри, это то самое место. Да, они все выжили теперь, блядь. А, вон милкий, кстати, пиздюк стоит. А, вот он, блядь, выжил. Да он ж вырвется, вы чё. Тёпленький... Гутен Морген! Э, в смысле, блядь, Гутен Морген? Чё, немцы, что ли? В смысле? Существо, которое я встретил на выжженных останках ботанического сада, выглядит как чёрный. И смогло проникнуть в моё сознание, доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное. Но это был только детёныш. И я уверен, он меня узнал. Узнал и испугался. И смог на какое-то время вывести меня из строя. Этого хватило, чтобы оказаться в плену. Блядь, сука, эти паучки ебаные какие-то. Размером с ребёнка. Он также был доставлен в рейк. Ладно, потом разберусь. Что поэтому? Подозрения в генетическом уродстве. У меня в норме всё. Две руки, две ноги, пальцев сколько положено. Я нормальный? Нормальный? И вообще, я гражданин Ганзы. Молчать! Это ты на Ганзе, гражданин. А тут подозреваемый в мутации. И это мы сейчас проверим. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Если нет, ты недочеловек. Урод! Это произвол! Да стой ты спокойно. Что там у тебя? Так, 318 миллиметров на 300... Смотрим в табличке. Ну вот! Поздравляю! Ты мутант! Нет, нет, пожалуйста! В мусоропровод. Вопрос простой. Какое задание выполняли в ботаническом саду? У разведки своей спроси. Фашист недоделанный. Считаю до трёх. Один. Слава красной линии! Да здравствуй, товарищ Москвин! Три! Я расскажу, но... Не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Чё, блин, надо? Не вмешивается в дела ордена. Но тут нам одновременно попались рейнджер, красные и мутант. Что всё это значит? Говори или получишь пулю! Бери офицера! Можешь ставь себе! Ты, я так понимаю, из ордена, со Спарты, а я с красной линией. Наши начальники, может, в засосы не целуются, но нам-то, простым солдатам, что с того? Так, понятно. Дистанционный замок. Я одно знаю. Это я помню. Чувачка, да, я-то видел его. Так, а что они там говорили про мусоропровод? А где это, блядь, Анна-то нахер? Чё она, это, снайпер великий? Патроны закончились, что ли? Чё она меня не спасла-то? Ладно, выбираемся из этого концлагеря. Там посмотрим. Ладно, давайте выберемся из концлагеря в следующей серии. На этом мы с вами закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока-пока, друзья.